добрый день уважаемые гости сайта электронов наши нынешние и будущие клиенты да и просто наши гости сегодня речь пойдет о паяльных станциях мы поговорим о трех моделях сразу скажем что независимости от того какие торговые марки мы рассматриваем все паяльные станции делятся на две большие группы это паяльные станции с внутренним мембранным или диафрагменным насосом и паяльные станции значит с насосом который встроен сам фен спорить о том что лучше или хуже не имеет смысла по той причине что есть аналоги среди скажем так электронасосов которые качают воду там также мирно уже десятилетиями уживаются и мембранные насосы и центробежные насосы в принципе здесь полная аналогия но давайте мы начнем наверное если вы по внешнему виду уже заметили с самой компактной небольшой станции станции люкей 702 мы продемонстрируем вам как она работает ну давайте включим в сеть начнем нажимаем первую кнопку которая включает фен значит эта станция встроены внутри фена так называемым центробежным насосом или турбиной то есть если я держу в руках но здесь очень небольшая вибрация но в принципе абсолютно не мешающая работе что сейчас происходит по электрическому кабелю к электродвигателю встроенному подается напряжение и там с помощью специальной крыльчатки и нагревательного элемента создается поток горячего воздуха обратите внимание пожалуйста на температуру которая здесь показана и которая очень легко регулируется с помощью кнопок вверху вниз то есть регулируется температура горячего воздуха сразу немножко плане применения этого фена и собственно говоря для чего он предназначен связи с минициализации скажем так и введением различных видов поверхностного монтажа очень мелкого не все можно припаять или распаять паяльником о котором мы скажем чуть позже поэтому для этих целей существует фен и в зависимости от температуры различные плавления припоев можно установить регулятором соответствующую температуру что еще можно здесь менять есть специальный регулятор для скорости воздушного потока регулировка регулируется он плавно сразу по шуму можно определить насколько больше или меньше увеличивается поток в целях безопасности сразу предупреждаем нежелательно все-таки пробовать рукой а доверяйте показаниям этого индикатора станция достаточно надежно поэтому не требует того чтобы скажем так ее перепроверять перепроверяли рукой поэтому установили температуру если что-то не подходит вы увидели что легко это можно все поменять теперь интересно тоже очень дополнительно важная даже сказать функция смотрите если я ложу значит фен сюда температура начинает постепенно падать причем температура должна падать до 50 градусов падает она довольно быстро поэтому я надеюсь несколько секунд мы подождем и посмотрим что произойдет а я прокомментирую фен продолжает работать предположим вы даже если вы забыли выключить кнопку у нас при достижении 50 градусов отключается фен согласитесь очень удобно очень важное преимущество этой станции но теперь вторая часть скажем так не менее важная это паяльник прежде чем я его включу я вам сейчас покажу конструктивность чего он состоит это тоже важно современные модели паяльников созданы на основании скажем так керамического нагревательного элемента на который надевается собственно жало жало можно приобрести в ассортименте самых различных скажем так форм и моделей сейчас я обратно его соберу как видите все очень просто кстати все меняется все надежно и смотрите насколько острая жало то есть позволяет достичь даже самых тонких мест ну давайте теперь включим отключим фен мы показали он работает есть специальный разъем здесь причем включить по-другому его не получится если даже сейчас мы его ставим вставляется очень легко точно также и вынимается главное не прилагать никаких усилий включаем паяльник значит в этой модели регулировка температуры происходит аналогичными как и фене кнопками мы смотрим сейчас как только специально встроенный датчик выставить температуру сейчас идут определенные переходные процессы но на начальном этапе можете конечно рискнуть и попробовать работоспособность паяльник работает нагревается значит все нормально температура давайте я подниму чтобы вам было удобнее смотреть повысилась до 200 градусов 200 градусов это минимальный порог начиная с которого происходит нагрев а дальше можно увеличивать в зависимости от задач размеров деталей температуры плавления припоев и так далее то есть в принципе можно работать совместно с феном можно работать раздельно как вы видите все очень легко регулируется и значит не могу давайте выключим паяльник не могу не акцентировать внимание на очень важные характеристики она не электрического характера она больше связана с удобством этой станции обратите внимание у тебя в одной руке держу паяльник а другой рукой я взял станцию я держу на вытянутой руке о чем это говорит это говорит о том что станция мало того что компактная но и имеет незначительный вес почему потому что когда мы сейчас будем рассматривать другие станции со встроенным внутри насосом там внутри входит в комплект трансформатор который конечно дает значительный вес тут всего даже чуть меньше чем полтора килограмма поэтому станция на мой взгляд соответствует всем современным требованиям только с точки зрения выполнения прямой функции по нагреву феном паяльником а также компактно не обязательно она может располагаться у вас дома вы можете спокойно ее поместить скажем так какое-то средство для переноски и перемещаться с ней тем более что вес какой у нее небольшой мы показали ну вот в принципе вкратце и все поэтому надеемся что наш обзор был достаточно подробный и вы оценили все преимущества этой станции во всяком случае интернет магазин электронов серьезно рекомендует вам ее приобрести она вполне справится со всеми даже самыми сложными задачами но теперь мы переходим к двум другим модели моделям та же самая торговая марка но сразу можете посмотреть что она по размерам больше по весу тоже больше больше трех килограмм поэтому производитель добавил специальную ручку сразу обращаю внимание поскольку там внутри не здесь как в 702 станции а в этой модели внутри встроен уже насос то есть внутри фена самого насоса нет кстати обратите внимание на разницу между размерами фена за счет того что 702 станции которую мы только что рассматривали встроен двигатель фен немножко больше ну честно говоря по весу разницы никакой нету так вот если здесь значит предыдущей станции у нас насос был внутри фена то здесь он внутри для чего я говорю когда вы приобретете эту станцию обращайте внимание на такой важный момент сейчас я вам покажу внизу есть специальный транспортировочный болт или винт который крепит насос обязательно его выкручиваете не забывайте это принципе очень во многих бытовых электроприборах просто будьте внимательны и не забудьте о нашей рекомендации кстати раз уж мы подняли еще важные моменты поскольку внутри работает насос создает определенную пусть небольшую но вибрацию на это станции есть специальные вот видите такие вот резиновые ножки которые гасят вибрацию и скажем так увеличивает комфорт от работы со станции ну разница какая прежде всего здесь уже идет не провод а шланг несмотря на то что он достаточно гибкий и подает поток воздуха сюда станции не к станции а к фену постарайтесь все равно быть аккуратным не не делать чтобы он слишком уж перегибался хотя он гибкий и как бы проблем с этим нет и кстати по поводу фена мы немножко продолжим предыдущую беседу когда мы обсуждали предыдущую станцию каждая станция идет в комплекте специальный набор насадок сейчас я вам покажу я при вас открываю почему набор насадок потому что для различных целей есть разные размеры от самой широкого до самого узкого но достаточно узкая здесь будет сильный поток крепление очень простое вы видите даже нет смысла комментировать поэтому выбирайте любое и можете работать по сути органы управления и индикации аналогичные есть также паяльник обратите внимание что в принципе чем хороша торговая марка люкей здесь все продумано есть подставка под паяльник есть подставка под фен поэтому если вы говорится будете внимательно и аккуратно вы никогда не прожжете не стол не это сказать не получите ожога все продумано качественно сделано то есть те же самые кнопки те же самые индикаторы и те же самые регулировка температуры паяльника фена и потока воздуха поэтому скажем так вне зависимости от того какой тип насоса диафрагменный или турбина как предыдущие тут скажем так больше вопрос личных предпочтений и те другие станции надежные и сказать мы также рекомендуем к используем ну и последняя станции мы плавно переходим это также торговая марку марка баку или баку 702 модель также мы видим здесь индикаторы кнопки включения выключения и регулировка потока воздуха и параметров температуры паяльника и фена обращаю внимание что здесь тот же самый шланг гибкий фен что еще здесь интересного в паяльнике точнее в крепление паяльником когда он подсоединяется здесь есть специальный фиксатор обратить внимание на тоже принципе приятная вещь это первое второе жало паяльник как вы видите защищено специально колпачком это очень важно с точки зрения защиты самого жала а так в принципе связи с тем что станция имеет встроенный насос также вес ее приблизительно такой же больше трех килограмм а так станция в основном идентично предыдущим ну если подытоживая наш небольшой обзор какая наша рекомендация наверное при прочих равных условиях вам стоит обратить внимание на станцию люки 702 как станцию которая содержит минимальный набор всех характеристик скажем так параметры и удовлетворительные и немаловажно еще раз обращаю внимание на эргономику и вес не беспокойтесь если у вас возникнут какие-то проблемы с комплектующими с запасными частями расходными материалами все это можно приобрести у нас в интернет магазине а также получить исчерпывающие консультации все вопросы которые у вас возможно заранее возникли надеемся мы на них ответили если нет можете обращаться лично или звонить все контакты есть у нас на сайте спасибо за внимание и до новых встреч